С прокурором поговорить. Ренат Георгиевич, здесь появилась публика, мы уже догадываем, какое будет решение. Покажи Викторию. Викторию показать? Вот, Вика, поздоровайся. Вика, привет. Недовольна она. Вот, совершенно верно. Совершенно верно. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, господин прокурор. Не стесняется. Переживает. Да, да. А паренция, да, паренция, да. Прокурор. Как раз выявить, где новый... Венесла прокуратура сейчас в Аудиен. Да, прокуратура. Венесла прокуратура сейчас в Аудиен. Продолжение следует... Молдавская юстиция не работает, но в Евросоюзе известно, кто на самом деле заказал Германа Горбунцова. Что бы Плохотнюк ни делал, эта бомба взорвется. Так прокомментировал Рината Усатый решение судьи Аурелиу Постика, который пошел на поводу у прокурора Виталия Бусуёк и отклонил во вторник жалобу на явно незаконное постановление о возбуждении уголовного дела против лидера нашей партии. Он и сам присутствовал на этом последнем заседании, но по видеосвязи. После вынесения решения Усатый заявил, что другого и не ждал, поскольку связка между судьей прокурором и олигархом Владимиром Плохотнюком для него изначально была очевидна. Сегодняшнее решение не является для меня новостью, потому что связка судьи Постика с Мельничуком, а тот Фин Палилунь, третий не вылезает из офиса Плохотнюка, значит это решение мне было понятно. Оппозиционер проинформировал о том, как молдавские правоохранительные органы долгое время пытались заполучить дело, возбужденное в Лондоне по факту покушения на Горбунцова. И как у них из этого ничего не вышло, потому что весь мир знает, что такое молдавская юстиция. Молдавские правоохранители и органы пытались обмануть следствие Великобритании и путем очередных сказок пытались добиться от того, чтобы англичане им отдали в Молдову дело для расследования убийства Горбунцов. Зная, что молдавская правоохранительная система одна из самых коррупированных в мире. Естественно, им не дали, а дали дело в Молдаве, потому что в Молдаве его порасследовали за 15 минут и сразу делали путешествий, которых обвиняют. Значит, мало того, вы знаете, как работает молдавская юстиция? Не то, что сегодня сидят люди в тюрьме, некоторые из них, которых я в предыдущей никогда не видел, а их обвиняют в том, что они задались за полу ПГ. Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Майя Санту была снайпером, а Майя Лакута подносила гранаты, когда убивали Карпунцова. Мэр Бильц задается вопросом, почему Бусуёк не прилетает в Москву, чтобы допросить меня? И сам же отвечает. Почему Бусуёк не прилетает в Москву допросить меня провести все необходимые процедуры? Я вам объясню, почему. Потому что все доказательства, которые были представлены следователям органов Румынии, частично Великобритании, а Великобританию скоро попадет все, в том числе многие вещи, которые я не делал публичными в своих лайвах, они указывают напрямую на то, что заказчик убийства Карпунцова в Лондоне является Блахотнюк, и что созданный им синдикат киллеров, который занимался заказными убийствами на территории других стран Евросоюза, руководился непосредственно им и его людьми. Это изготовление большевых паспортов, изготовление бизнеса, изготовление большевых паспортов граждан Румынии, для того, чтобы эти киллеры могли передвигаться. Хочу вам сказать, что эта атомная бомба рано или поздно взорвется. Лидер нашей партии добавил, что ежедневно работает с адвокатами из Великобритании, а следствию в Бухаресте и Лондоне известны все детали происходящего в Молдове. В ближайшее время я работаю ежедневно с адвокатами Великобритании. Все те, которые участвовали в фабрикации этого уголовного дела. Прокурор Бусуёк, некоторые полицейские, которые вместе с консулом в молдавском посольстве в Румынии приезжали в тюрьму к Проке, предлагали ему дать на меня показания и так далее. То есть, отлично, лукруль, а у фосдокументатия. И сегодня, чтобы уже не делал Бахатнюк, слишком много доказательств, которые показывают, что он был заказчиком этого убийства. Доказательства прямые, что он организовал уже рейдерскую атаку, если это была рейдерская, на Универсал-бар, хотя все суды высказались, что там было все законно. Меня это не интересует. Меня интересует, чтобы Бахатнюк поднес наказание, ответил в том числе и за это преступление, помимо кражи, миллиарда и так далее, и так далее. Адвокаты подчеркнули, что в Европейский суд по правам человека уже направлено заявление о незаконности выданного мандата на арест на имя Рената Усатова, а также объявление его в международный розыск.